Сейчас в одном из московских парков из-за мной настоящие чертополоховые дебри. У меня, кстати, в петличке вставлен чертополох. Вы думаете, это такое простое растение? Думаете, чертополох никому не нужен и не славен? Ох, еще как славен! Сейчас расскажу. Нема мэм пуни лацессит. Это девиз на латыни, девиз знаменитого старейшего рыцарского англо-шотландского ордена. А в переводе это звучит «Никто! Никто не тронет меня безнаказанно». Ну и, конечно, эмблема ордена – это цветок чертополоха. Кстати, цветок чертополоха, он еще на гербе Шотландии. Можете посмотреть, где в Шотландии, там чертополох присутствует. Ну, а разобрать русскую этимологию тоже интересно. Что такое чертополох? Ну, черт – это черт, ясно. А полох – что такое переполох? Ага, переполох – это значит перепугаться. Полошить – это значит пугать. То есть чертополох, ну, можно перевести как чертопуг – пугать чертей. А почему пугать чертей? Потому что издревле на Руси чертополохом боролись с нечистой силой. Применяется чертополох как лекарственное растение. Надо разобраться, какой чертополох есть лекарственный. Потому что есть расторопшая пятнистая, называется она же чертополохом иногда. Татарник колючий, вот этот классический чертополох. Бывает бодяг полевой, осо, трепейник, мордовник. То есть чертополох скорее такое собирательное название. Поэтому, прежде чем будете лечиться, сначала разберитесь в чертополохах. Теперь следует сказать о том, что все чертополохи, они прекраснейшие медоносы. То есть они вырабатывают огромное количество нектара. И вот такие вот посадки, вернее, такие вот дикие островки где-то в парках, они подкармливают на многочисленных насекомых, которым не хватает в городе нектара. Обратили внимание, воробьев-то стало мало. Почему воробьев стало мало? Потому что косится газонный, а цветущих растений мало. Такой чертополох, он может стать таким заповедничком, где-то вот в укромных местах парков, садов, в городе, для того, чтобы все-таки насекомым было чем питаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.